Как и чем опрыскать смородину весной от вредителей и болезней? Добавить комментарии и ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны осенью популярные статьи Поиск по сайту найти цели Весенние и осенние обработки смородины Основная цель весенней и осенней обработки – защита от болезней и вредителей Только здоровые смородиновые кусты дают полноценный и вкусный урожай Весной с приходом тепла активизируются грибковые споры и другие микроорганизмы Которые провоцируют возникновение болезней и насекомых-вредителей При обработке важно соблюдать сроки Не рекомендуется откладывать процедуру надолго Осенью и после сбора урожая смородина нуждается в восстановлении силы подготовки к зимнему периоду Садоводы опрыскивают кусты с целью повышения мороза устойчивости Устранения вредителей, оздоровления и омоложения Какие вредители угрожают смородине? Ранней весной смородине угрожают щитовки и листоверки Личинки насекомых зимой в почве отличаются морозоустойчивостью Щитовки попадают в сад с зараженными саженцами почвы, ветром, птицами или грызунами Насекомые высасывают из смородины сок, повреждают листья, побеги и даже ягоды Кусты постепенно усыхают и увядают А щитовки тем временем перебираются на другие садовые растения После вредителей на кустах остается желтый липкий налет, который стекает на другие листья Листовертки появляются на кустарниках преимущественно в теплую и влажную погоду Для смородин опасны не столько взрослые бабочки, сколько гусеницы Серые насекомые способны уничтожить все кусты смородины, если вовремя не предпринять меры Причина появления листовертки – кислая почва, недостаток или переизбыток минеральных веществ, чрезмерные поливы Признаки поражения – сухие и тонкие листья, деформированные плоды, желтые и бурые язвочки на побегах и листьях К опасным вредителям относят и смородинного почкового клеща Избавляются от насекомых не только с помощью опрыскиваний, но и собирают вручную Почковые клещи высасывают сок из растения, а также переносят опасное заболевание – махрововость смородины Если куст заболел, лечению он не подлежат, садоводам остается лишь удалить его и сжечь Опасные болезни смородина поражаются антракнозом, ржавчиной, белой пятнистостью Причина появления антракноза – споры грибка, которые зимуют на опавших листьях, а с приходом весны распространяются по саду У зараженной смородины побеги становятся вялыми, замедляются в росте На листовых пластинах возникают бурые пятна – главный признак поражения антракнозом В сухую и теплую погоду на побегах появляются трещины, которые со временем покрываются гнилью Если антракноз добрался до ягод, они покрываются мелкими черными точками и опадают Грибковое заболевание чаще всего встречается на черной смородине Ржавчина возникает из-за переувлажнения сорняков, зараженных растений, растущих рядом с кустами смородины Сверху листьев возникают оранжево-бурые пятна, снизу – подушечки желтого цвета Именно в них живет грибок, который ждет подходящих условий для развития Ржавчина распространяется по кусту стремительно, если не обработать растения, вскоре все листья будут покрыты оранжевым пушком Белая пятнистость – это септериоз смородины, который поражает ягоды, листья и молодые побеги Первые признаки заболевания встречаются в начале мая На листьях образуются темно-бурые пятна с коричневой каймой, которые со временем белеют На первых этапах заражения садоводы удаляют листья и сжигают их, а куст прореживают и опрыскивают Возникает септериоз преимущественно в условиях средней полосы России Благоприятные условия для развития грибка, влажность, перемены погоды, туманы Помимо перечисленных заболеваний кусты смородины поражают реверсия Американская мучнистая роса, черная пятнистость, бокальчатая ржавчина Сроки проведения и обработки Сроки проведения и обработки зависят от того, в каком регионе выращивают смородину В северных регионах кусты опрыскивают позже, так как весна в там наступает на 2-3 недели позднее, чем в южных Садоводы рекомендуют обрабатывать посадки в конце марта или начале апреля, когда установится температура воздуха около плюс 16 градусов Для процедуры выбирают утро или вечер сухого и безветренного дня Если после обработки пойдет дождь, не будет никакой пользы После плодоношения смородину обрабатывают в конце августа или начале сентября Дачники вносят минеральные и комплексные удобрения, чтобы укрепить иммунитет растения и подготовить его к зимнему периоду С середины октября и до первого снега в грунт вносят органические вещества Куриный пломет, настой коровяка, жидкий навоз Завершается осенняя обработка проискиванием кустов раствором бордовской жидкости Подготовительные мероприятия Весной обработку проводят после обрезки кустарника, после того как сошел снег и до момента пробуждения почек Если обрезать куст после их набухания, это травмирует растения и снизит показатели урожайности Для обрезки используют садовый секатор Ломать ветви руками не рекомендуется В первую очередь удаляют массивные ветви, которые покрыты мхом, лишайником, язвами, а также сухие 4- и 5-летние побеги После обрезают ветви, которые сильно наклонены к земле и те, что растут внутрь куста Молодые побеги укорачивают на 1 третью, оставляя почки Так они лучше ветвятся При обрезке важно помнить отличие черной от красной и белой смородины От этого зависит количество будущего урожая Черную смородину обрезают чаще, так как ветви у нее растут быстрее У белой и красной прирост нулевых побегов не такой интенсивный, они стабильно плодоносят даже на 5-7-летних ветвях Также у черной смородины не рекомендуется сильно укорачивать верхушки Помимо обрезки, садоводы чистят грядки от прошлогодней листвы, сорняков и мусора От этого зависит эффективность процедуры Чем опрыскивать осенью и весной Для обработки используют химические и биологические препараты Для профилактики и лечения их приобретают в специализированных Магазинах для садоводов Народные лекарства готовят из подручных средств Применяют для профилактики популярную обработку медным Или железным купоросом, золой, бордоской жидкостью Покупные химические препараты Покупные химические средства направлены на лечение заболеваний Активные компоненты действуют быстро Для лечения грибковых болезней используют фунгициды Ком или Абигапик Комплексные фунгициды лечат мучнистую росу И антракноз состоят из неорганических веществ и меди Также популярен химикат Теовиджет Контактный фунгицид на основе серы Который применяют в начале или середине вегетации Препарат хорош тем, что для приготовления требуется лишь разбавить порошок водой Для защиты от ржавчины и белой пятнистости используют химикат Топаз Он сделан на основе пенконозола, пестицида, который подавляет развитие опасных бактерий Системный фунгицид Топаз используют в профилактических и лечебных целях Он сохраняет свое действие на протяжении 4 лет Останавливает развитие бактерий и грибков уже через несколько часов после обработки Для защиты от всех видов грибковых заболеваний используют фунгицид Трихапол Садоводы утверждают, что препарат действует безотказно и защищает смородину с гарантией 100% Трихапол продается в таблетках, которые измельчают в порошок и размешивают с водой Биологические средства Биологические препараты созданы на основе живых бактериальных культур, которые подавляют вредоносные грибковые инфекции Биологические средства менее агрессивны, чем химикаты Садоводы используют их в профилактических и лечебных целях Против болезни и насекомых вредителей помогает препарат Фитоп Он укрепляет и оздоравливает корневую систему растения, повышает показатели продуктивности и урожайности, подавляет рост и развитие Патогенные микрофлоры на плодах и побегах Также Фитоп используют для дезинфекции посадочного материала Продается препарат в виде порошка Фитоп не вреден для окружающей среды и человека Народные методы Народные методы имеют профилактический эффект Важно помнить, что если кусты уже имеют признаки поражения, использовать народные способы для лечения бесполезно Ранее весной кусты поливают и опрыскивают кипятком Ошпаривание помогает растениям пробудиться, а также избавляет от личинок, которые зимовали в почве зимой Для наибольшего эффекта в воду добавляют пищевую соду На ведро кипятка требуется 300 л В дальнейшем содовый раствор используют для устранения тли Для предотвращения появления насекомых садовода используют чесночный настой 300 грамм чеснока Заливают 10 литров воды Смесь настаивают сутки Разбавляют водой В соотношении одним-одним чесночным средством смородину опрыскивают в сухую погоду Для усиления эффекта в раствор добавляют 50 грамм натертого хозяйственного мыла Также помогает настой табака 400 грамм сухих листьев Заливают 10 литров воды Настаивают 48 часов Разбавляют водой Приступают к опрыскиванию Популярные другие народные средства Обработка йодом, золой, горчичным настоем и отваром полыни Как правильно проводить весеннюю обработку смородины Обработку смородины весной от болезней вредителей дачники проводят с помощью ручных или ранцевых опрыскивателей Садоводы заранее подготавливают раствор Если это химические или биологические препараты, важно прочитать руководство по применению дозировку Переизбыток химикатов негативно скажется не только на растении, но и на здоровье человека Если готовят народные средства, соблюдают сроки приготовления настоев Они непригодны для длительного хранения, поэтому перед каждой процедурой дачники готовят свежий раствор Не следует забывать про меры предосторожности, особенно если речь идет о химическом опрыскивании Садоводы проводят его в защитном костюме, очках и респираторе Во время обработки запрещено истелепить, рядом не должны находиться дети или животные Если средство обработки попало на кожу, в глаза или рот, рекомендуется немедленно обратиться к врачу К обработке не допускают беременных или кормящих женщин Хранят химикаты в хорошо закрытых и недоступных для детей местах Если ли нюансы в обработке черной, красной и белой смородины Некоторые вредители предпочитают определенный тип смородины Например, златка чаще всего появляется на черной, а листовертка на красной Головую тлю чаще можно заметить на белой и красной, как и пилильщиков, которые не любят плотную листву черной смородины Почковый клещ, частый гость на черных ягодах В остальном различий в обработке нет Заключение обработка смородины весной от вредителей и болезней Процесс простой, главное, запомнить несколько особенностей Перед опрыскиванием кустарники обрезают, удаляют старые сухие побеги, дают место для развития новых плодоносящих ветвей Обработку проводят народными, биологическими и химическими средствами Табачные и зольные растворы предотвращают появление вредителей Фитоспорин защищает от грибковых и вирусных заболеваний Химикаты, например, ком или топаз, предназначены для комплексного лечения большинства заболеваний Для обработки дачники выбирают сухой безветренный день Не стоит забывать про меры предосторожности Во время обработки препаратами использовать фартук или защитных костюм, перчатки, очки и респиратор Смородина весной обработкой от вредителей хищит Are you watching this video on YouTube?